Высказывайте свое мнение. На волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Добро пожаловать на политкорректное шоу Сергея Зацепина. Номер телефона в студии 847-400-5200. Принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить вчера, по-моему, у Ивана, ну, не важно, в понедельник у Ивана Денисова, одна из ваших слушательниц, постоянных, очень умных, она спросила, как могло быть так, что он захватил наше право на суверенитет, как она может распоряжаться этим, ну, в связи с этими нелегалами. И Иван, он как бы ушел от этого ответа, но это очень сложный, конечно, вопрос. И, может быть, и вы не знаете, тогда я прошу Леона Ванштейна это объяснить. Он сказал только что, поскольку ХАС был одним из организаторов ООН, то, ну, мало-то он, нечего ждать ничего хорошего. Но это такой, так сказать, уход от этого ответа. Если вы можете что-то объяснить, а нет, передайте Леону, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за вопрос. Я вам скажу честно, я, наверное, лучше передам это Леону, объясню почему. Это действительно очень глубокий, очень серьезный вопрос, который, если, то есть, я могу его подготовиться и осветить, но вот так на, как говорится, на отмашку я не хочу давать неправильную информацию. Поэтому я поговорю с Леоном и обязательно еще сам, конечно же, в это углублюсь слегка. Спасибо вам большое. Понятно. Ну, ладно, я забыла. Второй вопрос. Все хорошо. Ну, вспомните, позвоните, ничего страшного. Спасибо. Ну, а пока мы продолжаем. Значит, короче. 24-го числа Белбар получает рапорт, просматривает его, понимает, что у него займет несколько недель его отработать. И для того, чтобы немножко как-то успокоить страсти, Бар выдает не свое собственное мнение о том, что он прочитал, а он просто дал заключение, поставленное Робертом Маллером. То есть, он от себя ничего не добавлял вообще. Он выдал письмо на четырех листах, в котором он объяснил, каким заключением пришел Маллер и каким образом эти заключения были сделаны. Все. Никто от себя ничего не добавлял. И он выдал это письмо на четырех листах. Он его выдал, обнародовал это все. Конечно же, демократы просто перевернулись с ног на голову. Они, конечно же, не увидели того, что они хотели увидеть. И тут же они начали обвинять кого? Его, конечно же, начали обвинять генерального прокурора. А обвиняют его в том, что он, вместо того, чтобы выдать рапорт Маллера, он как бы дал свои умозаключения. И, естественно, они понимали прекрасно, что он не может выдать рапорт Маллера сразу, без редакции. Рапорт Маллер, будучи последним негодяем, просто негодяем, он знал прекрасно, под что он подводит своего не только босса, но они дружат 30 лет. Он прекрасно понимал, под что он подводит, по какую гильотину он подводит своего друга, генерального прокурора, тем, что он не помог ему отредактировать все это заранее. И это все было сделано заведомо известными путями. И все это известно было, конечно же, Уильяму Барр, который прекрасно понимает, он не первый день замужем, он когда-то работал в ЦРУ, он прошел все ранги, все круги ада, начиная от простого агента ЦРУ до генерального прокурора. Да, и поэтому с ним действительно, то есть спорить с ним очень тяжело. Но тем не менее, демократам нужно было что-то сделать, и они устроили вот этот цирк, о котором идет разговор вчера. Что и какой цирк они устроили? Значит, нам этого не было известно до тех пор, пока кто-то не слил информацию в Вашингтон-Пост за ночь до выступления генерального прокурора в Сенатском комитете по расследованию. Кто-то слил письмо, которое Роберт Малер написал Уильяму Барр, а в письме он написал очень четко ему, Роберту Малеру. Очень мне понравилось то, что Барр, обнародовав вот это письмо, как бы не выдав никакие объяснения, он тем самым подставил якобы под удар Баб Малера и подставил под удар все его расследование. На что Уильям Барр позвонил Роберту Малеру, и есть запись этого разговора, и он спросил, Роберт, у тебя что, есть какие-то претензии к письму, которые я обнародовал? На что Роберт Малер сказал, нет, у меня претензии не к письму, у меня претензии к тому, что средства массовой информации интерпретируют в неблагоприятном для меня свете мои вот эти все умозаключения. На что Белбарр ему объяснил и сказал, послушай, мне как-то абсолютно фиолетово, что ты чувствуешь. Вот то, что ты выдал, и то письмо, которое я обнародовал, есть какие-то разногласия между тем и этим? И Баб Малер подтвердил еще раз, нет, разногласий нет, но мне не нравится, как средства массовой информации интерпретируют этот доклад мой. Все, на этом разговор закончился. Теперь, это было 27 марта, я имею ввиду, письмо было написано 27 марта, то есть на следующий день после опубликования письма генерального прокурора. Теперь, что произошло во вторник вечером, зная о том, что в среду должны состояться слушания. Кто-то слил письмо Малера к генеральному прокурору, слил это письмо в Вашингтон-Пост. И Вашингтон-Пост, не дожидаясь слушаний, не дожидаясь того, что происходит и как происходит, уже начал вить паутину по тому, как очернить нашего генерального прокурора. Что они сделали? Что они написали? Они написали, что до нас дошли сведения от неизвестных источников о том, что Роберт Малер, как только прочитал письмо генерального прокурора, немедленно написал ему письмо и выразил свое недовольство тем, что генеральный прокурор абсолютно исказил суть его доклада. Понимаете? Разницу. То есть, то, что в письме было написано, вернее, то, что в письме было написано, что Малеру не нравилось, как средства массовой информации интерпретируют этот доклад, там слова не было, вот в этом очерке в Вашингтон-Пост, там говорилось четко, что Белбар заведомо исказил полностью суть доклада Малера и абсолютно неправильно сделал свои выводы и тем самым подставил под удар Роберта Малера. Вот это была такая, прошу прощения, кака со стороны кого-то из команды Малера. Причем, самое интересное, что сам Малер это письмо не писал, я имею в виду, вот эту информацию не сливал, эту информацию слили кто-то из его приближенных. И, скорее всего, все подозревают вот этого негодяя Эндрю Вайсман, который считается цепной собакой Роберта Малера. Вот, теперь, когда Белбар появился на слушаниях, ну, те из вас, которые слышали это все и смотрели и поняли, что там происходило, вы стали свидетелем просто, ну, самого низкого, самого гадкого, самого поганого представления, наверное, которое мы видели, ну, вот, со времен слушаний по утверждению судьи Кевина. Но то, что происходило вчера, это был вообще просто предел низости со стороны демократов. Почему? Потому что, значит, по закону или по статье в Конституции о слушаниях в Сенате, в смысле в Сенате и в Нижней Палате, протокол идет, должен идти так, сначала выступает председатель комитета, потом выступает так называемый ranking member, то есть это человек со стороны оппозиции, а потом всем членам комитета дается по пять минут на то, чтобы задать вопросы ответчику. Это такой протокол. Так вот, в самом начале, ну, выступали такие самые старые заскорузлые демократы в виде Лехи, в виде White House, в виде Feinstein и так далее. Это были такие самые заскорузлые, которые пытались поймать нашего генерального прокурора на слове. То есть задавали абсолютно идиотские вопросы. Причем, самое интересное то, что когда... Вы поймите, этот человек, Билл Бар, это человек, который умнее вот этих всех дебилов вместе взятых, где-то головы на три выше. Почему? Потому что мало того, что он знает законы, он знает, будучи агентом ЦРУ, он знает, как вести расследование, он знает, как вести допрос, он знает, как себя, он знает психологию допрашиваемого и психологию агента, который допрашивает. То есть этот человек, я уже не говорю о том, что он знает законы Соединенных Штатов вдоль и поперек. Представляете, если он генеральный прокурор Соединенных Штатов. А вот эти вот маразматы, дебилы, которые сидят уже в этом несчастном Сенате по 45, по 50 лет, типа этого Пэт Леги, который он даже не может уцепиться за нить мысли. Он ее теряет, он что-то там пытается какую-то ерунду нести, но неважно. Так вот, эти, по крайней мере, ну и, конечно же, там был наш Иринойский, прошу прощения за выражение, Дек Дорбен, который тоже там попытался что-то вякнуть. Это человек, который, ну, по-моему, по доверию, он чуть-чуть стоит выше Ричарда Розентола. Это тот, который всем врал, что он служил во Вьетнаме. Так вот, вот эти вот люди, с позволения сказать, пытались поймать нашего генерального прокурора на слове. Но это ладно, это было все ничего. Но потом, вот тут уже начался, это не цирк, это низость в Кубе, даже не в квадрате. Низость в Кубе – это выступление Кори Букера, это выступление Камалы Херрис, это выступление вот этой абсолютной, то есть, вы понимаете, что это, ее даже человеком назвать нельзя, это просто шавка, которая, она даже не может сама себе написать речь. То есть, она читала по бумажке речь, которую ей кто-то написал, потому что явно было видно, что она даже не знала, в принципе, что там написано. Она читала, как говорится, на лету. Так вот, это я говорю про Мейзи Херонова, сенатора из штата Гавайи. Так вот, вот эти вот все негодяи, как они, которые не то, что в подметке, они негодятся лизать, прошу прощения, задний проход нашего генерального прокурора, вот эти низости поливали грязью, мешали его с грязью. Вместо того, чтобы, кстати, цель вообще-то слушаний, я хочу, чтобы вы поняли очень важную вещь, цель слушаний это получить информацию, то есть, вызывается свидетель, и каждый для себя должен, каждый из сенаторов в этом случае, должен для себя ответить на какие-то вопросы, которые интересуют его. Так вот, забудьте про вопросы, вопросов просто не было. Единственный, самый простой вопрос, который они задавали генеральному прокурору, не считаете ли вы, что вы должны уволиться? Вот это был единственный вопрос. Все остальное, это было просто смешивание с грязью человека высочайшего достоинства, высочайшего, то есть, чести и, действительно, совести. Ну, и, в конце концов, председатель комитета Лэнзи Грэм, это сенатор от штата Южная Каролина, он не выдержал вот этого всего цирка, и он просто уже встрял и сказал, «Ребята, вы поливаете грязью этого достойнейшего человека уже не один час, больше я вам этого делать не дам. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, задайте вопрос, но свое мнение держите при себе, больше я вам слова не даю на то, чтобы просто мешать с грязью человека, который этого не достоин». Вот это то, что произошло вчера на слушаниях. После этого председатель комитета по расследованиям в Нижней палате, Недлер, значит, там еще он, то есть, наш генеральный прокурор еще должен был выступать сегодня на слушаниях в комитете по расследованию к палате представителей, которым председателем является Недлер. Так вот, Уэлембар пообещал Недлеру, что он выступит в этом комитете. Но Недлер, вы понимаете, им они не могут, то есть, то, что они уже услышали на слушаниях в Сенате, они поняли, что им, то есть, задавать вопросы генеральному прокурору они не могут. У них не хватает ни ума, ни знаний, ни понятий для того, чтобы задавать ему вопросы. И они решили каким-то образом сделать так, чтобы создать вот этот цирк, который заставил бы Бара не явиться, и потом для того, чтобы его полностью смешать с грязью. И вот это то, чего они добились. Теперь на ответ, на вопрос нашего радиослушателя, который позвонил и вот эту всю историю завязал, спасибо вам, кстати, за вопрос, почему Нэнси Плосси вот такая вот сумасшедшая и так далее. Объясняю. Потому что Недлер, он придумал вот такую ситуацию. Значит, он сказал так, что кроме того, что мы там, допустим, будем, каждому из нас дается пять минут на опрос вас, вот к этому времени мы еще добавим один час, где наши адвокаты, то есть адвокаты комитета по расследованию смогут также вас допросить. Дорогие мои друзья, значит, в статье, я специально сегодня прочитал, как это вообще выглядит и о чем оно говорится. Значит, нам показывают, так называемую вырезку из законов, где говорится, что во время слушания комитета, в общем, каждый член этого комитета имеет право, имеет пять минут и право на опрос свидетеля. Но, там именно говорится каждый член комитета, там ничего не говорится о том, что каждый встречный и поперечный имеет право также допросить кого угодно. Понимаете? Теперь, что Недлер сделал, он быстренько вчера, пока шли слушания в комитете, в Сенатском комитете, он быстренько провел голосование по поводу того, можно ли допустить адвокатов комитета к опросу свидетеля. И они быстренько, имея большинство в этом комитете, они быстренько проголосовали за. Вы понимаете? То, что они проголосовали, это, в принципе, никого не интересует. Да, это большинство, но они не могут поменять закон на лету. Это должно быть пропущено через закон, это должно быть принято и в Палате представителей, и в Сенате, и так далее, и подписано. То есть, для этого нужно поменять закон. Закон никто не менял, они просто как бы проголосовали так, кто за, чтобы избить, там, Васю какого-то. И они все сказали, мы. Вот это называется голосование. Когда об этом узнал, а в это время Билл Бар, генеральный прокурор, давал показания в Сенатском комитете. Он сказал, я к вам на слушание не приду. Почему? Потому что вы не имеете права допускать мои допросы, к моим допросам, каких-то там ваших адвокатов, сявок, которые вообще непонятно, кто они и что они, их не выбирали. То есть, вы понимаете, да, что все представители Палаты, они все в выборные должности. А вот эти адвокаты, это чисто чиновники, которые работают на них. Поэтому он отказался прийти на слушание этого комитета. И сегодня там полдня показывали пустой стул, где должен был, то есть, комитет-то состоялся, но, конечно же, Билл Бар туда не пришел. Они показывали пустой стул. И вот они поливали грязью нашего генерального прокурора, а председатель комитета выступил, ну, просто подонок, вот самый настоящий подонок Недлер, который выступил и сказал, он не пришел, потому что он испугался, что его будут спрашивать действительно профессионалы своего дела. Понимаете? То есть, а кто тогда наши вот эти Палаты представителей, это вообще непонятно. То есть, если те профессионалы, то вы здесь при чем? Кто вы такие? В общем, вот этот весь цирк, это то, что происходило вчера, сегодня. И то, что к этому привело. Надеюсь, я вам более-менее все нормально объяснил. У меня остается буквально 15 секунд на то, чтобы с вами попрощаться, на то, чтобы поблагодарить вас за то, что вы, надеюсь, внимательно меня слушали, надеюсь на то, что я более-менее доходчиво объяснил, что происходит. Ну, а любые вопросы, пожалуйста, звоните, будем разбираться. Итак, дорогие друзья, всего вам хорошего. До скорых встреч. Будьте здоровы. Будьте здоровы.